Здравствуйте, это программа Бизнес Сочи Онлайн. Сегодня у нас в гостях директор детского сада «Лучики» Никольская Елена. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Ну, совершенно была потрясена, когда узнала, что вы совершенно недавно открыли детский сад, тогда, когда всё закрывается, значит, пандемия, детей забирают, и вы где-то в этот период открываете детский сад, да? Да, мы открылись в феврале, а далее наступила пандемия. И вы тут же закрылись? Ну, мы переждали этот момент и продолжили. Конечно, мой первый вопрос будет касаться того, как родилась идея частного детского сада. Ну, наверное, когда женщина становится мамой, у неё всё меняется, и мышление, и жизнь, и вообще всё на свете. Да. И так как я по первому образованию экономист, даже не педагог, даже не педагог, я была всю жизнь экономистом, родились дети, я думала, что меня эта проблема не коснётся детского сада, но в итоге коснулась выходить на работу, детей деть некуда. И я решила, почему бы не я, ну, путь был не быстрый, не лёгкий, то есть я сначала прошла обучение, я закончила переподготовку, выучилась на педагога-психолога, далее были поиски помещения, названия. Сначала это был маленький офис, там, 26 квадратов, это сначала было нацелено на развивашки, далее это превратилось в 100 квадратов, и на сегодняшний день это 250 квадратов в два этажа. Очень смело. Очень смело. А какие трудности были на пути? Ну, трудности, они даже и сейчас бывают, да, ну, не бывает всё гладко, всякое бывает. Ну, естественно, первонаперво набрать детей, потому что каждый родитель, да, он хочет услышать какие-то отзывы, а мы новые, и, соответственно, это мы всё нарабатывали. Мы начинали, у нас было пятеро детей, потом 10, и сейчас у нас 25 и более. Это те, кто ходят постоянно. А где вы берёте детей, как люди узнают о вас? В основном это сарафанное радио, это также Инстаграм просторы, ну, то есть вот как-то вот так. Ничего сверхъестественного мы не делаем. Первое, вот вы сами говорите, как только женщина становится мамой, она очень переживает за своего ребёнка. Я бы, например, очень переживала отдавать в частный детский сад ребёнка, не понимая, какие гарантии мне там дадут, и вообще, что они с ним будут делать. Вот как вы убеждаете родителей, что там всё безопасно, и у вас всё будет хорошо? Ну, наверное, в первую очередь показатель того, что там будет всё безопасно, так как там мои дети. И когда родители приходят, и мы с ними общаемся, да, тут уже у нас либо на доверие ко мне идёт, и далее, когда я говорю, что показатель того, что здесь мои дети, и здесь они меня сподвигли к открытию, у мам как бы больше вопросов не возникает. Ну, достаточно странно. Меня бы это совершенно не впечатлило, что ваши дети там, потому что первое, что я бы сказала, конечно, вы будете за ними следить, потому что ваши дети там. А будете ли вы за моим ребёнком следить, мне совершенно не очевидно. У нас в течение дня всё, что происходит, я это снимаю на видео, на фото, у нас есть родительский чат, и в течение дня я это всё отправляю родителям, то есть они отслеживают. Также у нас в чат в начале недели мы кидаем меню, кидаем расписание, то есть у родителей на доске информации всё это есть, всё перед глазами. Поэтому они тоже могут прекрасно прийти и отследить, да, там в это время есть английский язык или нет. Вот, кстати, а чем вы занимаетесь? Вот моё представление о детском саде, у меня давно вырос ребёнок, поэтому я не понимаю, что сейчас делают в детском саду. Обычно там два притопа, три прихлопа, под баян спели, что-то там утренник приготовили. Что сейчас в современном детском саду? Сейчас это разные методы современные, да, и психология у нас, и английский язык, ну, то есть эмоциональный интеллект, что касаемо психологии. Подготовка к школе, если это детки уже такого предшкольного возраста. Если это детки полуторагодовалые, там, двухгодовалые, то они просто адаптируются, им хотя бы пока просто научиться. А из какого возраста вы берёте? Берём с полутора лет и до семи лет. А вот любопытно, как вы прямо разделяете их по группам, как в обычном, таком государственном детском саду? Да, мы их разделяем по группам, потому как, ну, невозможно, да, человек, ребёнок там полуторагодовалый, ребёнок семигодовалый, поэтому у нас полутора, двух, трёх годовалый в одной группе, три, четыре в другой и пять, шесть, семь, ну, шесть с половиной, да. Это уже старшая группа. То есть у вас три группы разные? Да, три разные группы. Ну, конечно, я не могу не спросить, как вы преодолевали все препятствия, там, условного лицензирования или договора? Вы же легально действуете, да? Конечно, да. То есть раз вы пришли и рассказываете об этом, то есть о вас знают, предположим, наше управление образования и Роспотребнадзор, там, и ещё какие-то надзорные органы, да? Ну, я как индивидуальный предприниматель, имеющий профильное образование, я могу осуществлять деятельность по ходу и присмотру за детьми без лицензирования. И далее у меня идут уже наёмные сотрудники, ну, то есть, вернее, не наёмные, а мы как заключаем договор, как самозанятые люди, и тем самым мы обходимся вот так. Но я не исключаю, да, то есть я не исключаю, что мы в ближайшем будущем лицензирование тоже получим, то есть я сейчас готовлю к этому документы, чтобы мы могли уже прям... Нет, ну, это очень хорошая идея, я думаю, что вот этот ваш бизнес, особенно в Сочи, просто это, наверное, исключительный город, где это первая проблема, которая существует, и с которой сталкивается любой молодой родитель, который переехал из другого города, безусловно, это детский сад. Ну, это, наверное, самая большая проблема. Ваш детский сад, насколько он дорогой для ваших родителей? Потому что ещё вторая проблема, я разговаривала с многими людьми, и они бы и готовы были отдать в частный детский сад, но это стоит ровно столько, сколько они получают в месяц на своём месте работы. Как вы... У нас детский сад, на самом деле, наш детский центр, да, он достаточно с лояльными ценами, да, если это пятидневная неделя с 8 до 19.00, то это 25 тысяч рублей, а также у нас есть много гибких условий для родителей, то есть это от почасового присмотра до просто, если родителю там не нужен вообще детский сад, но сегодня родителю нужно пойти по делам. А деть ребёнка некуда, а няне это дорогое удовольствие. Мы можем принять на один день к себе ребёнка, также мы можем там на полдня, либо на три раза в неделю, 12 посещений в месяц, то есть у нас такие гибкие достаточно условия. Также у нас есть услуги няни, у нас есть мамакар. Слушайте, да, у нас много чего есть. Даже мамакар есть? Даже мамакар. Ну, тогда, конечно же, мой вопрос будет касаться того, где вы берёте людей, которые у вас работают, потому что, вот опять же, вернусь к вопросу, вы так замечательно говорите, что на два-три часа, может быть, вы с какой-нибудь там бабулей оставляете этого ребёнка, и у меня такая опасность, что кто эти люди-то, которые по два-три часа сидят? Нет, я сама, это раз, и второй момент, педагоги, которые работают в государственных садах, но хотят подработать, мы с ними как раз-таки заключаем договоры как с самозанятыми, да, и они нам оказывают услуги посменно, ну, то есть, она там два дня отработала в госсаду, да, и пришла к нам на три дня, ну, или наоборот. А нет ли у вас такого впечатления, знаете, это мне однажды рассказывала одна хозяйка салона парикмахерских услуг, она сказала, что я уволила всех людей, которые учились в советское время на парикмахера, потому что, на мой взгляд, кроме того, что их там научили делать химию и какую-то там две стрижки, у них советское мышление. Так вот, в связи с этим вопрос, нет ли у вас такой опасности, что вот эти люди, которые работают в государственных садах, у них есть стереотипное восприятие детей, то есть, там, встали, построились по два, пошли там на обед, взялись за ручки, вот нет такого, что, приходя оттуда, она приносит культуру этого детского сада к вам? Мне кажется, сейчас настолько все современно, что даже там уже стало это все современно. Наши педагоги молодые, достаточно 29, 30, 35 лет, да, и это, они, естественно, сами мамы, у нас есть как раз-таки те педагоги из госсада, где участвуют все время в повышениях квалификации, в фестивалях разных, и даже есть лучшие педагоги Кубани 2019 года, ну, то есть, мы не берем. Ну, то есть, вы следите за персоналом, да? Конечно, да. Более того, у нас сейчас на начало августа, на 7 августа, я организую повышение квалификации для педагогов, мы заключили договор с институтом, университетом имени Плеханова в московском, да, там у нас прям будет повышение квалификации, прям удостоверение образца с номером, и вот сейчас мы запускаем в действии. Ну, смотрите, как-то все очень у вас благополучно складывается, с одной стороны, вы говорите, что у вас достаточно лояльные цены для родителей, ну, и действительно лояльные такие, да, а с другой стороны, а вы говорите, что к вам идут педагоги, как вы выруливаете между затратами, которые на вас ложатся в достаточно большая квадратура, которую, я так понимаю, вы арендуете, вы же не купили? Арендуем, да. Вот, плюс коммунальные расходы, плюс, ну, вы сами понимаете, не мне вам рассказывать все эти затраты на то, чтобы питание организовать правильно, да, детей, мебель и доходы. Где? Самый главный успех – это любить то, чем ты занимаешься. Если бы мне до рождения моих детей сказали бы, что я буду заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, я бы в это не поверила бы, я бы сказала, это из области фантастики. Но когда вот со временем я пришла к этому, оно мне доставляет намного больше удовольствия, когда родители оставляют хорошие отзывы, да, благодарности, когда ты помогаешь людям, то, соответственно, и энергия появляется, двигаться дальше. Также мы еще Красному Кресту помогаем, вот, да. Вам помогает ваша профессия экономиста, чтобы как-то спланировать бюджет вашего предприятия? Очень помогает, да, очень. Во-первых, я сама веду свою бухгалтерию, отчетность, и так, конечно же, какие-то планы, да, то есть это очень помогает на сегодняшний день. Ну, насколько этот бизнес сегодня рентабельен? Ну, я думаю, что ко всему, к чему подходишь с любовью и добросовестно, да, оно приносит свои плоды рентабельности. А на ваш взгляд, как будет развиваться ваш бизнес, и вообще появятся ли у вас конкуренты, ну, вот в ближайшее время, вот посмотрит наше интервью какая-нибудь мамочка, которая тоже сидит и думает, чем бы ей заняться, и говорит, о, так вот же. Оказывается, совершенно просто, Елена сказала, что если любить это дело, открываешь и поехали. Ну, на самом деле, конкуренты это наш двигатель, да, когда есть конкуренты, то, соответственно, и мы становимся лучше, а конкуренты были, есть и будут. И даже среди моих мамочек, которые водят ко мне детей, спрашивают, а как, мы бы тоже бы открыли бы, но когда я начинаю говорить, что, ну, для начала надо вот так и вот так, то у мамочек отпадает желание. Ну, как бы мы не боимся конкурентов, мы делаем все на совести и с любовью. Вы говорили о том, что вы сами остаетесь с детьми, то есть вы работаете, условно говоря, и воспитателем тоже. И воспитателем тоже, да. Как вы все это успеваете? Ну, в сутках 24 часа, поэтому все успеваем. В вашем детском саду, я прочитала, есть группа или там возможность составить ребенка круглосуточно, это так? Да, это да, это с услугой няни, ну, то есть есть у нас услуга няни. Прямо в детском саду? Да, ну, есть и желающие родители, которые говорят, ну, нам бы можно было бы оставить и здесь, а кто-то говорит, а нам бы наоборот бы, чтобы забрали к себе домой. Ну, и мои нянечки, конечно же, забирают. Были моменты, когда я даже сама забирала деток, ну, то есть мама просит... Да, конечно. Мама просит оставить, да, я забираю, и мамы даже были довольны, потому что мои девочки и их ребенок, им не скучно, то есть у них уже есть какая-то команда. Ну, еще два года назад у меня бы, конечно, такого вопроса не возникало, а сегодня он, наверное, первый, который возникает. Ну, смотрите, какая сегодня ситуация эпидемиологическая. Вы говорите о том, что детей отводят в эти дома к няням, к вам приводят на три часа ребенка непонятно там какого. Как вы не боитесь вообще? Мы берем всех исключительно только со справкой от педиатра об эпидокружении. Плюс у нас, мы соблюдаем все нормы, у нас рециркуляторы работают, мы проветриваем помещение, то есть детки ушли на прогулку, мы проветриваем помещение, детки легли спать, мы также часто проветриваем даже зимой, поэтому мы соблюдаем все нормы для того, чтобы... Ну, вот в вашей истории не было случаев, когда ваши дети болели ковидом, кто-то из... Ну, слава богу, не было. Такого не было, да? Да, у нас как-то все обходит стороной. Ну, наверное, потому что вы, так сказать, с благими намерениями все делаете. А что сегодня хочет мама от детского сада? Мама хочет, чтобы было все включено, то есть если это даже дополнительно какие-то развивашки, то чтобы это было на месте, если это дополнительно какие-то там... Чтобы не водить ребенка из... Там забрали, пошли вечером еще куда-то на какие-то развивашки, получить все в одном месте. То есть это новый тренд? Да. Хочет ли мама сегодня или семья, чтобы с ним кто-то занимался и отдали им готового уже ребенка вечером, обученного английскому, хорошему поведению, там, кройки и шитье, еще чему-то есть? Да, мне кажется, вот было бы, вот можно было бы, да, и они бы прям вот... Вот воспользовались бы полным перечнем услуг. То есть родители готовы платить за то, чтобы кто-то взял воспитание условное, да, их детей, и шел бы, вернее, воспитывал их вместо них, а они в это время либо заработали что-то, либо еще провели время. А провели бы время выходные уже полноценно с отдыхом, с ребенком. На ваш взгляд, насколько этот бизнес будет сегодня развиваться в Сочи? То есть насколько вот именно это направление, образование, дополнительное образование, востребован именно в Сочи? Ну, я думаю, что оно будет еще востребованным, потому что любой родитель, любая мама хочет, чтобы у его ребенка была самая лучшая, да. И, соответственно, мы для этого и живем. Я сама, когда... Я не сразу прям... Я повела своих детей в частный сад в один, во второй, не получила того, чего бы мне хотелось. И вот началось все вот с этого. Поэтому, как любая мама, я понимаю, что, естественно, если есть возможность оплачивать, то я бы, конечно, отдала бы там, где уделяют больше внимания. А чего вы не получили в частном детском саду? Ну, вот вы лично. Чего я не получила? Ну, во-первых, у нас был один частный сад, когда я забирала ребенка с синяками. То есть она у меня бесконечно падала, хотя мой ребенок не отличался ни каким-то там... Слишком... Буйным характером? Да. И забирала с синяками. Естественно, мне это не понравилось. Ну, то есть я, конечно, понимаю, всякое бывает, да, но когда это часто, там, эпизодически, то это уже наводит на мысль. Да. Это был частный детский сад? Да, это был частный детский сад. И на то время, это было три года назад, это было 25 тысяч рублей. То есть это та цена, которая у меня сейчас. Угу. Поэтому... ребенок получает с утра до вечера. Вот английский язык. Это обязательно, да. Это, да, у нас в два раза на деле музыкальные занятия, где они развиваются музыки, ну, обучаются музыки. Мы также проводим утренники. Мы также по возрасту деток готовим программу. Ну, то есть как... Да, и проводим занятия. То есть развиваем деток согласно их возрасту. То есть они у вас готовятся к школе полноценно. Да. То есть уже не нужно маме потом идти еще дополнительно оплачивать подготовку к школе. Ну, то есть они прям готовят руку к письму и так далее. Планируете ли вы сделать, ну, сеть своих детских садов, там, предположим, в Сочи, в нескольких районах, или только вот этот детский сад? Нет, я планирую, да, и развить сеть, и даже, возможно, и начальная школа. Ну, это все пока планы, поэтому... Ну, тем не менее. Да. Ну, то есть смотрите, я так правильно понимаю, что вот сейчас вашим детям 5 и 6 лет, и по мере их взросления, как только они пойдут в школу, вы увидите, что школа тоже несовершенна, и что лучше сделать еще и в школу. Ну, на самом деле, на сегодняшний день, если даже я не открою свою школу, да, то мои дети пойдут в частную школу, и я уже даже выбрала какую, поэтому... То есть вот вы такой противник, я не побоюсь этого слова, государственного образования. Вы говорите все время о том, что это будет частный детский сад, частная школа. А что не так с государственными? Да нет, все так. Почему? Просто в государственных по 30-40 деток, да, и, соответственно, какое же внимание, да, а в частном, естественно, по 10-15. Верно. И, соответственно, внимания больше уделяется, поэтому вот и все. Понятно. То есть вы за такое качественное образование в смысле того, чтобы на ребенка уделялось больше внимания. А сколько сегодня эти частных детских садов в Сочи? Я не считала, но их очень много. Я даже очень много, да, прям заходишь иногда в Инстаграм, либо там в Интернет, и очень много садов. На ваш взгляд, все ли вот так трепетно относятся к качеству, как вы? И нет ли такого понимания, что раз рынок требует, давайте будем открывать, и в этом есть некая опасность? Ну, на самом деле, за всех не могу сказать, да. Может быть, кто-то есть, везде-то не была, может быть, кто-то есть, кто так же трепетно, а может быть, даже и лучше, да, относится. Тут как бы у каждого свое. Ну, есть, конечно, такие, которые оставляют желать лучшего. Вот. И в связи с этим вопрос, может быть, для вас он будет не совсем комфортным, но нужен ли надзор, серьезный надзор за такими частными детскими садами, как ваш, ну, я не имею в виду прям ваш, ваш, а именно частный детский сад, потому что государственные учреждения, их достаточно серьезно проверяют. И как бы там, ну, потому что большое количество детей, большие помещения, а нужен ли такой пристальный надзор за вот такими заведениями, как ваши? Мне кажется, рано или поздно любое заведение сталкивается с надзорными органами, да, и там уже надзорные органы проверяют. Поэтому в наше время, мне кажется, ни один бизнес не останется, не проверен. То есть, приходит и его, да, приходит и его время, когда... Ну, и скажите, какие, например, трудности вставали на вашем пути, когда вы начинали этот бизнес, и, что называется, пользуясь теперь случаем, вы можете дать какие-то советы стартаповцам, не обязательно про детский сад, просто открывая бизнес, вот вы, девушка, которая решила начать с нуля свой бизнес. с чем вы столкнулись, и какие советы вы можете дать начинающим стартаперам? Ну, начинающим, это в первую очередь любовь и к тому делу, которое ты делаешь, и вера, потому что 50% успеха, это вера в него. Поэтому вот такие простые рекомендации. Ну, и, естественно, не бездумно, конечно, просчитывать какой-то минимальный хотя бы бизнес-план, он тоже должен быть. и просчитывать, а если вдруг там что-то будет не так, то что тогда делать? Да. Тогда вот, конечно. А у вас был такой? Да, у меня был такой. Я, естественно, безусловно, первые полгода работала прямо в минус. И даже с переездом, мы сначала были на Островского, да, потом мы переехали на Войково, и даже с переездом я испытала то, что мне, я увеличила место, и тем не менее столкнулась с тем, что мне как бы пришлось заново, не прям заново, но тем не менее набирайте аудиторию. Вы такие места выбираете достаточно, ну, дорогие, я бы сказала. То есть, это самый центр города. Самый центр города, да. Почему именно? Для доступности любой маме, которая живет и близко, и не совсем близко, чтобы это была локация к маршруткам, к транспорту. А вы все время говорите о том, что вы вот продумали, вы там планировали. это ваш бизнес в единственном числе, или у вас есть какие-то помощники ваши, там, я не знаю, кто с вами ведет этот бизнес? Я сама веду. Слушайте, ну, вы просто молодец. Это, конечно, достойно большого. Потому что я и детей воспитываю сама, и сама его веду. Это прям очень круто. Я считаю, что прям образец для подражания всем нашим молодым стартаперам и бизнесменам. Не знаю. Да. Я вам желаю большого успеха и очень надеюсь, что мы с вами встретимся тогда, когда у вас появятся филиалы в нашем городе, в разных районах, и, может быть, даже первая частная школа. Да, все возможно. Главная цель. Спасибо. Я вас благодарю за приглашение. Спасибо вам. Спасибо.